все готово у нас еще конфеты на сегодня и хлеб больше я ничего не взял на легкие пришел и тут кофе даже чай нам не надо быстренько покушаем и слишком жестко горел пригорит все колбаска офигенный жар идет вообще жесть хотел сперва собак накормить на ходил тулана нету только это возле избы сейчас придет тулан и также их накормлю а вон он пришел да мы хлебаем обратно нести я не буду этот хлеб тулан лакола но когда тебе мелким кусочком буду давать энд 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 успокойся потому что она прячет хлеб прячет на смотри видели чай тулан то нормально есть а этот печат не есть там она молодец тулан бесполезно айди давай что либо она замаскировалась уже спрятала уже спрятала вообще нихрена не ест она тулан работяги может еще отнять у тулана это хлеб ну и но это и на это опять печат ели запас левая везде кругом у неё запас тулан пускай нормально поезд и вон смотрите как погода меняется снежок пошел ком еще у нас морозы ребят я кто не знал так и делишки ладно отдыхаем отдыхаем пока не погода покушаем нормально пойдем на у нас будет сосиски и хлеб и куплю еще купил такой мини обед завтрак и обед вместе будет остается только еще возвратиться 10 километров надо сил набраться немножко попробуем таежные сосиски многие наверно хотят лучше видеть там на костре готовка это быстро и не надо заморачиваться легче получается еще хорошо прожарилась я не люблю когда сильно прогоряю прогорает там румяным становится я основном ем чтобы меньше этого румяности было могу лучше готовить лучше я буду готовить на пару чем пережаренные еда поел я ребят нормально очень вкусно было подкрепился одним словом и вспомнил что вот когда-то меня спрашивали у тебя там записная книжка есть почитай что там комментариях было ну никого комментариях а в этот тетрадь это последний но сейчас я забросил это сейчас мало что я за здесь записываю вот раньше когда я первые года здесь охотился а вот даже девяносто шестом году между прочим я это и забыл эта запись вон смотрите дом построен 9 июль так июня девяносто шестого года он смотрите как ребят охотник охотник уважаю охотника живи отдыхай нам дома бардак не оставляй если не в ламе пиши как прошла охота хозяин дома ну и моя запись там это это реалитет между прочим очень давно вот я отметь отметь отмечал раньше сколько дней я здесь как ночевал тут ездим на лодка дочью ёбнул два белки куи три утки француз коля а фюрер коль то есть это взять наш был который тоже умер ну нехорошей смертью так узи как войду еще лайтар это моя запись получается что еще у нас но тут вот смотрите в октябре и оказывается тут вот здесь вот что отмеченная ночевал эти дни вот тут также ночевал отведите сколько я проводил времени между прочим очень много это малая часть того что это это малая часть того что я записывал очень новая ночевал и в те года вот девяносто шестого девяносто восьмой вот везде все записывали вот то там видели кого-то там видели дичи много было еще в те года и вот сейчас как-то все исчезло вот вот видели косачей там взлеты очень много тоже летчи сувидор сувидора кто-то спускался а и леван лёшка короче если все там читать очень много записей очень много в лесу жил я после армии это что-то с чем-то много времени проводил я в лесу ну а в ловушке кто-то кого кого-то какие-то рыбы ловил там с новым годом всех это моя запись тоже я на 100 девятый год одним словом записи тут тоже девяносто девятый год 2000 году майские дни вот 5 утка с деба так нет записывал оказывается тут тоже 2000 года гости тоже частенько заходили в избушку записывали разные кто-то автографа оставляет кто-то так записывает и еще только не знаешь даже кто заходил это уже вообще-то все дичь летать к или сувидора но основном до сувидора бродят охотники 2001 год 2 год уже это какой обломайся олег до непонятно мушкалы панта мушкалы ложка говорит помыли это уже 2004 мои горы уже появились начал там горы рисовать горы у меня с армии воспоминания вчера мы опять прибыли настала чит буквы за ровно а это на на светлана написала частенько сюда заезжают там соседи словом много интересного можно так это женский почерк видно сразу вот такие дела но это последние записи уже самая последняя не знаю когда я записывал семнадцатый год вот я вижу я говорю уже забросил это писанину восемнадцатый год стёпа михайлов так последняя запись 18 год что на второй избе все таки еще записываю когда приехал когда уехала здесь уже все это дело забросил ну и реже стал приезжать сюда сейчас я помою посуду новый чай привез пол пачки на нами или меньше пол пачки даже майский чай так 10 1 осталось ладно разбираемся убираем все это дело печку не буду ничего трогать я заглушу и будет плеть спокойно жар вообще офигенный очень жарко в тепло уже в избе хотя у меня все везде открыто вон открыто здесь открыто снизу там все открыто а в избе жара так все порядок больше ничего тут нам делать не надо повисит одеяло матрас для ночевки все оставлено главное чтобы нормально жили ничего так не буянили бывало вон как обжигали вот тут пепельница видимо банк банки где-то что-то горело и таких случаях пожар запросто может быть да с огнем осторожны по пьяни всяко разное может случая быть еще не перестал идти верно он тоже при открытым оставлю пусть продувает все ладно спасибо изба отдохнули это рогатина из карабина стрелял зимой но косача подбился этой рогатины сюда здесь будет давай на речку еще посмотрим и пойдем там давать на до открытой воды здесь не будет только по открытой воде уже сюда заедем дороги не будет сейчас по-быстрому надо спуститься пока речку возможно там перейти к избушкой да вообще тулана не подпускают ругаются тулан пошли муна пойдем пошли муна ты беда начинает линять смотри какая злюка блин тулан хочет играть а это не подпуска я близко даже пацантика еще банда пошли печка дымится у нас еще клеят там пошли туда третийся изба весной а весна уже на дворе считай в этот луг вода заходит вон оттуда снизу с речка заходит не сверху отсюда здесь выше получается берег один раз я в этой везде сидел возле окна и другу на глазах появился от ручей вот из-за этих кустов появился и потихоньку потихоньку спирать тоненькие лучше потом пошире побольше побольше и начала прибавляться вот тут вода накапливаться и здесь как озеро стало и последнюю очередь вот так подожди вон наклоненные березы вон там еще заходит и возле той опушки леса на первую очередь наш лук вот этот отсюда затапливает нас хорошо держит решил просто побродить еще по сосновым лесу интересно мишки тут проснулись нет уже я имею ввиду медведей мне как следов не видно ничего если по мягкому следу они ходили проваливали следы должны быть вон мои следы остаются видать спят еще или где-то в другом месте они весенняя весенняя охота обычно у меня на болотах происходит провожу весеннюю охоту на болоте уже не один год просто от мусора сводившиеся очередное дерево лучше дерево можно также на материалу вон древно какое хорошее корневина гниет валится там буквально два метра спиливаешь и остальная часть он крепкая как кости фига таких деревьев если пройтись по этой тайге и присматриваясь в болоту болото еще вам смотрите сколько снега даже воды нету так что до 5 мая думаю еще ничего не расставит солнце выглядывает то прячется активно начало таять в лесу начинала циклон антициклон так слишком середин не буду выходить может там наоборот плохо держится много здесь более менее план чё хвост при спущен у тебя давай вас . мы период вижу там опять снова дерево поваленное ветром я говорю хоть собирай новые избушки построить таких валежников блин буквально прошли то 20 метров ну больше 50 за следующие дерево тут уже вон все расстояло снег уже земля ябель солнце видать хорошо попадая там опять дерево вот тебе дровишки дарень не хочу и также на материал на какой-нибудь может пригодится снова две штуки вот так вот лес не йод сюда на технике не доехать если только зимой на буране дороги стороне это все дело ладно сейчас пойду на солнце и выйду на дорогу нормально побродили вообще через каждые два километра примерно так ориентировочно лесничие вот такие навесы делают автографа ничего нету еще годик 2 но этот уже начинает гнить годик 2 еще простоит думаю по пути когда вот избушек ходят у некоторых вообще никакой техник нету пешком ходят сюда останавливаются снимают рюкзак просто отдыхает перекур 2 похмеляются когда на избу поднимаются они целый рюкзак апельсинки водку настойка апельсинка или что там модное сейчас что-то другое уже начали пить такие пузырь пузырьки тоже вроде как с 1 только маленького пузырька пол-литра получается водя же пьют но основном когда осенью вот ягоды собирают все тогда богатые школьного возраста до пенсионера все с деньгами потому что ягоды сдают ягоды принимают за день можно от 500 до 5000 рублей под заработать на ягодах прошлом году ни одной ягоды не было в лесу вообще ни одной кто смотрит меня я снимал реально показывал сколько ягод я видел я снимал по тайге вот бродил сколько 10 дней целыми днями в тайге родил и местами где-то 1 2 штуки только брусник и видел еще вообще ничего не было за клюквой ходил за три лет она на клюкву набрал заречь и отсела эта дорога также как избушка там избушка каждом углу тут избушка тулан кого-то облаева нюхтит че-то чувствует она белка может тут как активно что-то нюхтят сейчас будет лаять на она опять белки на она бегает потому что других следов я не видел после до белки там нескольких местах видео следы белки везде айда молчит ушли может где-то и сидит а летом они цокают придают тебе а сейчас весна хвастом когда влияет тоже вот что-то чувство это когда боровая птица ходит а мы хвостом то еще значит ты сразу останавливайся и шум не давай она будет искать искать и где-то поднимет хвостом туда-сюда бегает ветер шумит немножко хорошо и тепло сейчас стало вообще хочу небольшой совет дать любит ходить походы охота основном пейшие походы когда отходите целыми днями вот я сейчас прошел буквально несколько километров от избы и уже хочется попить и я всегда вот смотрите барбариска конфета барбариска леденец можно другие конфеты мятные брать обычные леденцы есть конфеты которые сделаны я не знаю из чего он очень горький вкус невкусный а вот такие барбариски вот они маленькие ты закинул в рот и жажду как бы это жажда это леденец да ты во рту держит это леденец у тебя во рту образуется слюна и глотаешь 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 и пить уже не захочется и также когда сладкое ешь вот такие ну это полусладкие такие вот конфеты и обычно силы еще вроде это не сало какой-нибудь черный хлеб обычные конфеты а вот силы дает ты забываешь что у тебя что-то хочется есть или еще и пить помогает жажду преодолевать эти конфеты так что не ленитесь когда идете в поход закиньте в рюкзак 10 штук и хватит вам на целый день захочется пить вместо того чтобы есть этот снег холодный холодный ты холодный всех съел жажда не уходит тебе еще хочется пить и заодно еще горло можно остудить и заболеет горло берите с собой всегда леденец шоколадные конфеты с чаем можно также употреблять на леденец вот у меня уже буквально за несколько секунд уже во рту слюны целый глоток слюны я проглотил и у меня жажда проходит имейте ввиду вот переход наш переход будем переходить эту речку заливает вам туда уже вошла там озеро и заливает заливает через озеро проходит речка но сразу видно что вода прибывает ребята вода потихоньку убавляется пока мы были в избушке где-то сантиметра два вода приподнялась вот ну поднимается уровень воды примерно два сантиметра до на крайне вот так вот была вода так что сейчас мы перейдем легко уже в будущем здесь вот начало протекать уже будущем уже завтра послезавтра уже здесь в обычных сапогах не пройти только но если в болотных сапогах перешли легко нормально без приключения ну не скользко там бывает там скользко под водой и можешь бахнуться запросто почему-то тут рубили я не знаю для чего пока непонятно может там какой-то настил делали вот это это она считается ольха если не ошибаюсь лов по у нас по коме лов по не знаю по русской потом как между прочим вот если сало как вот этой древесиной можно такие шишки у них у этого дерева короче вырубаешь на чурки пилишь кору убираешь и можно коптить сало вкусно тоже получится здесь летняя дорога проходит можно там спуститься на там ручей там точно невозможно перейти там больше этого на она уже течет уровень там ниже воды много там а мы по зимнюку пойдем где пришли облизывается вон смотри вернулся бродяга блин речку там блюхнулся все таки на задняя часть только воде передние лапы да тоже но спина сухая она просто провалился под лед и не полностью что там случилось пошли пошли там выдры следы видно ходят выдры любителям по этим пушным зверькам нравится ему такие бобры выдры норки интересно ему как осенью с прошлом году с лодки были на середину реки спрыгнул боится воды как огня вот норку увидел как с реки начал норка подниматься и на середину реки выпрыгнул с лодки в азарте забыл что боится воды что там глубоко может там собака то не утонет это факт но все равно он боится я не знаю почему посмотрим в этом году как себя повыйдет ручей как азартно течет ярко светит солнце прямо слепляет против солнца еду принимаю солнечную ванну витамин д редко у нас солнце выглядывает половина года зима белки тут бегали несколько штук следов и там еще заясь и следы я видел давненько я тулана не вижу вроде следов нету чтобы он домой возвратился по дорогам где-то он тайге бродит и также айда айда близко было сейчас куда-то тоже запропастилась ну половина пути прошли еще половина осталось нормально самое то поход получается немножко на она лицо сегодня загар получу от солнца или наоборот веснушка вылезут веснушка любит солнце лучей какой красивый прям золотистый ручей серебряный поднимался снимал сейчас там за страна слышите журчание такое это весна ребят это успокаивающий звук природы журчит все спокойно тайга наша тут санитарная рубка было здесь немножко рубили лес так особо и незаметно это после харвастеров поля пустыни остается здесь вот санитарная вырубали лес и дотертаешь это игре остается после ручной руб его найда бежит туланге айда где ты была так далеко от меня а далеко от меня кого там искала а не ухтила там кого-то не ухтила белки кругом бегают а туланге айда жирная айда вон какая спина широкая тулан не знаю где пошли черные вороны он падальщики предатели падальщики воры что еще можно про них сказать ничего хорошего охотникам охотникам это только как бы все крадет все подряд дичь еще что где возле избы там хулиганит айда лежит я пью кофе потому что ребят пока тулан не вернулся мы ждем заодно кофе попью и ну чуток посидим где он долго уже ждем там за поворотом вот уже она как бы начала глядываться из ну ждать в тепло то как не знаю где не лает ничего а а вон появился появился вон он любят наконец-то ждать долгожданчик наш летит видите надеюсь ну бродяга блин ходит очень долго надолго уходит большой поиск у него опять на на критике может сходил тулан тулан видели как айда останавливает его вообще не не желая ну как как сказать смотрите на реакцию айды ну молодежь что нам на есть ну как без драки без драки молодежь 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 все ойд охрана моя айда охрана если скажем хоть и рябчик рюкзак и вообще диска даже не подпустит тулана вот такая она самочка не говорю уже когда у нас в рюкзаке глухарь меня даже бывает я даже немножко пугаюсь потому что старожит опять куда-то убежал старожит рюкзак он не может без поиска все время ищет ему все интересно молодой еще все мы собрались дальше пойдем видели как усиливается ветер и тучи какие появились это снежные тучи это снегопад думаю сейчас скоро начнется кругом такие хмурые тучи и завтра уже потепление плюсовая днем будет плюс 4 вроде как погода меняется штормит считай сколько сегодня мы прошли в одну сторону возвращаемся ну по своей же дороге и ни одного перехода у рябчиков взлетов не перелетела ни одна птица и свистков нигде не слышно значит их нету их нету вообще если есть птица он все равно такую солнечную погоду он свистит весной такую свистят да и на шум человека они отзываются просто вот ты когда идешь по тайге вот хрустишь идешь там ломаешь ветки он все равно отзывается он такая птица рябчик что разговаривать с человеком общается себя предает и охотник добывает ну наш бездельник опять пропал уже без него идем сколько подходит понюхает меня и опять куда-то бежит ай да обычно ко мне подходит и носом меня утыкает носом там трогает за рук или еще вот тулан так подходит а вон только вспомнили он летит опять сзади нас нормально он бродит конечно тулан бездельник ну ты даешь молодец молодец пацан работает ай да жалко конечно никого нету чтоб погоняли собаки на на ничего вот так так же спрашивали тулан щеноку айды нет для новых подписчиков объясняю я говорю это тулан у меня кобель с другого района с города ембы не ашпаговский район подписчики мне выслали щенка уже два года подъем айда наш местный у односельчанина взял она уже четыре года наверное ей деляночные столбы уже подошли к деляночным столбам но остается больше километра может полтора по тракторной колее еду под ногами чувствуется что снег уже немножко мягкий стал немножко подтаивает но погода снег пошел сейчас более-менее немножко успокоился вообще снег такие хлопья были не сдается зима у вас ну видать сил пока не хватает переодолеть эту зиму блин этот достал честно слово у некоторых всю зиму снега не было а нам уже просто вам надоело хочется уже просто солнца тепла без одежды походить там скажем в одной в футболке мне целый каждый день каждый день в этих как он в бушлатах пока ходим немного уже осталось и солнце выглядывает вон наш лозик там стоит вот только собаки у меня блин тулан сейчас вперед ушел куда-то может и убежать думал поводок возьму где-то с полкилометра останется до машины думаю на поводок посажу и вместе рядом будет идти но не поймаешь его тебе на уме блин хочет подойдет не не захочет ты поймаешь его ну ну если не саги сам побежит уговаривать не буду а это саги пешком побегут за мной кабину я не посажу однозначно чуть-чуть не вовремя аккумулятор сел пришлось поменять короче пойду я перехитрил вот смотри какая она грязная кабину она не будет садиться здесь поедет а тулан побежит тулан побежит я могу не привыкать все сиди там собачонки люди работают по своим делам опа фу ай да малая сидеть скажи всем до свидания до новых встреч скажи уход заканчиваем и на этом тоже на она я буду заканчивать больше снимать не буду вану бежал понятно где он прошли мы 20 километров носила у нас еще есть хоть еще 20 пройдем немножко чуть-чуть под усталость незаметно дорогая легкая была легко было ходить как по асфальту идешь налегке ничего рюкзака рюкзаке только один пустой термос рюкзаке только один пустой рюкзаке и след простой Насбежит, дамы. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил DimaTorzok Надеюсь не выпрыгнет Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok